Доброе утро. Позавчерашнее народное собрание на Думской площади уже называют эпическим. Ну что ж, эпос так эпос. Тем более, что герою нашего эпоса Лашплесесу, хозяин латвийских лесов, медведь, нипочем. И ведь что забавно, среди многочисленных мировых эпосов, если речь идет о зверюгах, вспоминается только грузинский витязь в тигровой шкуре, которому хозяин, видимо, грузинских лесов, тигр, тоже нипочем. А дальше и вообще прелюбопытнейшие совпадения. Практически в одно и то же время народ Латвии и народ Грузии пришел к парламенту. И искры, зажегшие Бигфордов шнур в Риге-Тбилиси, тоже поразительно схожи. В Грузии началось митинга, на котором свыше 4 тысяч человек протестовали в связи с арестом экс-министра обороны Ираклия Акруашвили. У нас примерно столько же, так же и за Соловика, отстраненного от должности, начальника Кнаба Алексея Лоскутова. В Тбилиси собравшиеся требуют долой президента Саакашвили. У нас долой нынешний состав Сейма. Похоже, не правда ли? А не копнуть ли эту похожесть поглубже? А чего же не копнуть? Копнем. У нас газета Дэна, общество за открытость Дэлна и прочие провидусы с большим пиететом, относящиеся к американскому дядюшку Соросу, необыкновенно воспрялись призывом к народу прекратить олигархщину именно после заезда в Ригу Дэниела Фриде, помощника госсекретаря США Кандализы Райс. Конечно, странно, что такую мелкую международном масштабе сошку принимали президент Латвии, премьер и министр иностранных дел. Сошка аккуратно заметила, что штаты надеются на то, что наши лидеры, цитата, поведут государство вперед в борьбе против коррупции в деле хорошего управления страной. Конец цитаты. А в Грузии оппозиция получила мощнейший импульс после визита в Тбилиси еще более мелкой американской сошки Мэтю Брайза, помощника, заместителя госсекретаря США. И он сказал в телевизор, в Соединенных Штатах приветствуется проявление оппозиционного мнения. А до этого, встретившись с лидерами оппозиционной республиканской партии, с большим пиететом, относящимся к американскому дедушку Соросу, мистер Брайз заметил, цитирую, «возможно, уровень развития демократии в Грузии не так высок, каким должен быть». Ну и как эти сигналы надо было понимать в Риге и Тбилиси? Как надо было, так и понято. Смотрим дальше. Из Латвии Вашингтон полетел визитер, премьер Калвитес. И там услышал от Кандализа Райс, что оно бы неплохо бороться бы с коррупцией. Из Грузии народ полетел на берега Потамака. В Газдепе США были приняты члены республиканской партии Леван Берзенишвили и Ивлиан Хайндрава. Вернулись воодушевленными. Продолжение следует...